США готовы применить армию в Израиле, в СССР атакуют российские военные аэродромы, а Владимир Путин прибыл в Пекин. КАМАЗ впервые опубликовал видео с заложницей, которая была захвачена во время атаки на фестиваль Нейчерпати 7 октября. Видео появилось в официальном телеграм-канале боевиков. Девушка в кадре говорит, что ее зовут Мия Шем, ей 21 год, что она была ранена в руку. Но в Газе о ней заботятся. Я цитирую, «Я только прошу, чтобы меня как можно скорее отвезли домой к родителям, к братьям и к сестрам. Вытащите меня отсюда как можно скорее. Пожалуйста». Как и где снято видео, неизвестно. Издание «Джерусалимпост» также не удалось установить его подлинность. Однако, по данным изданиям Хаарет, семья Амей Шем подтвердила, что на записи действительно их дочь. В израильской армии уже заявили, что поддерживают связь с родственниками Мии и принимают все меры, чтобы вернуть заложников домой. Почти 500 тысяч израильтян покинули свои дома, им пришлось эвакуироваться внутри страны. Об этом сообщил представитель Сахал, подполковник Джонатан Канрикус. «Мы эвакуировали весь юг Израиля, все населенные пункты вблизи сектора Газа. И сделали то же самое на севере страны, эвакуировали 20 населенных пунктов вблизи границы». По словам Канрикуса, в основном люди переезжают к своим родным в центральную часть страны. Между тем, ООН признала несоразмерность ударов по Газе военным преступлениям. Об этом говорится в докладе независимой Международной комиссии ООН по расследованию ситуации на палестинской территории. Правда, касается этот доклад периода с мая 2021 года по август 2023 года. И завершен он был еще до 7 октября. То есть к нынешнему конфликту он не относится. Впрочем, в комиссии заявили, что он все еще, цитата, является болезненным и своевременным. Конец цитаты. А Соединенные Штаты готовятся отправить армию в Израиль на случай, если конфликт с Хамас разрастется до войны еще и с Ираном. Об этом глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол заявил в СНМ. По его словам, в Нижней Палате Конгресса разрабатывают соответствующий законопроект. Я надеюсь, что мне никогда не придется подписывать этот законопроект. Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день и до дня обостряется. По словам Маккола, Иран в тексте законопроекта не будут упоминать напрямую. Зато там будут слова о вмешательстве в конфликт его прокси, например, движения Хизбалла. А вот если непосредственно иранская армия вступит в боевые действия, то в закон придется добавить целое государство. А тем временем президент США Джо Байден в среду посетит Израиль. Об этом он сам сообщил в соцсети «Экс», ранее известный как «Твиттер». «Я еду в Израиль, чтобы выразить солидарность перед лицом бесчеловечной террористической атаки Хамас. Затем я отправлюсь в Иорданию, чтобы разобраться с острыми гуманитарными проблемами, встретиться с лидерами и ясно дать понять – Хамас не выражает право палестинцев на самоопределение». Госсекретарь Энтони Блинкин сообщил, что в ходе визита Байден также ожидает услышать от израильского руководства его план действий, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданских и обеспечить поступление к гуманитарной помощи мирным жителям Газы. И к новостям войны в Украине. Сегодня ночью Россия снова атаковала ее дронами. Сообщается, что все шесть беспилотников удалось сбить. Кроме того, украинские военные сообщили, что из Херсонской области была запущена одноуправляемая ракета. Ее тоже удалось сбить. По каким областям Украины были нанесены удары – не сообщается. Однако известно, что сегодня ночью сигнал воздушной тревоги звучал в Одесской области. А в ИСУ в свою очередь атаковали российские военные аэродромы. Подбердянском и Луганском. Ночью люди в оккупированных городах услышали звуки взрывов. В сети появляются скриншоты переписок местных жителей. А РБК Украина сообщает, что в соцсетях также писали о звуках детонации боеприпасов. Наутро в Генштабе ВСУ заявили о четырех ударах по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии. В Генштабе также сообщили, что были поражены два вертолета и склад боеприпасов. Россия продолжает наступление на Авдеевку, в которой, по словам главы городской и военной администрации Виталия Барабаши, до сих пор остается еще более полутора тысяч мирных жителей. Впрочем, по словам того же Барабаша, за последние двое суток здесь наблюдается снижение количества артиллерийских и минометных обстрелов, а также авиаракетных ударов. Все это может свидетельствовать о том, что силы России здесь иссякают. В подтверждение этого говорят данные осенпроекта Орикс. Аналитики пишут, что потери России в наступлении под Авдеевкой аномальны. Всего за шесть дней наступление армии потеряло 118 единиц техники против 25 единиц Украины. Впрочем, по данным все тех же аналитиков, даже несмотря на такие потери, значительных успехов наступления армии Владимира Путина добиться не удалось. Владимир Путин прилетел в Пекин, чтобы принять участие в международном форуме «Один пояс – один путь». На этот форум генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин пригласил лидеров 130 стран мира. Как отмечает российская служба BBC, в рамках форума Путин планирует встретиться с Си Цзиньпином и провести переговоры с президентами Вьетнама, Монголии и Лаоса, а также премьер-министром Таиланда. Это вторая зарубежная поездка Владимира Путина в 2023 году. Ранее в начале этого месяца он посещал Бишкек. Напомню, в марте этого года Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест Путина, обвинив его в военных преступлениях. На Камчатке вулкан Безымянный сегодня утром выбросил стол пепла на высоту до 5 километров, а накануне вулкан Ключевской выбросил стол пепла на высоту 6 километров. Как сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО Ран, шлейф пепла протянулся на 15 километров. Вулканы Ключевской и Безымянный – одни из самых активных вулканов мира. Такая активность представляет опасность для местного населения и авиации. Поселок Ключи неподалеку от вулканов накрыло пеплом, а в нем проживает около 4,5 тысяч человек. Жители призвали не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты, а у школьников отменили уроки. По этой же причине отменены занятия и в школе в поселке Козыревск усть-Камчатского района, в котором проживает более тысячи человек. И как будто мало школьников вулканов, в Государственную Думу внесли законопроект, который разрешит преподавать и тренировать от бывшем наказание. Речь идет о тех, кто был осужден за ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Им дадут возможность заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбывания наказания, но только при условии безупречного поведения. Согласно законопроекту, решения о допуске к преподаванию будут принимать комиссии по делам несовершеннолетних. Напомню, что иностранным агентам в России преподавать запрещено. То есть по этой логике ограбил банк, можешь учить детей, например, экономики, а получил статус иностранного агента и к школе, и к вузу не подходи. YouTube удалил антивоенный клип рэпера Легалайза без права восстановления. Об этом сообщил Павен Мунтян, автор видео, на канале которого был опубликован ролик. Клип на песню «Мир вашему дому» удалили за нарушение правил, цитата, в отношении сцен насилия и неприятных изображений. По словам Павла, даже апелляции и объяснения не помогли оспорить удаление. Скорее всего, такое решение YouTube принял после многочисленных жалоб зет-патриотов. По данным ТАСС, прокуратура Москвы также проводила проверку этого клипа по статье о производстве и распространении экстремистских материалов. А самого рэпера проверяли на дискредитацию вооруженных сил России. Я напомню, клип «Мир вашему дому» вышел 30 июня. В нем есть кадры российского вторжения в Украину, российские протесты против войны, задержания и избиения участников протеста, а также политики-пропагандисты, которые превращаются в зомби и чудовищ. Полиция Бельгии обнаружила подозреваемого в убийстве двух шведских болельщиков. В ходе задержания он был ранен и умер в реанимации. Его личность установлена. Это Абдесалем Лосуэт. Ранее на пресс-конференции, которая прошла в 5 утра, премьер-министр Бельгии заявил, что стрелок – нелегальный мигрант из Туниса. В роликах очевидцев Лосуэт в оранжевой жилетке подъехал на скутере, кричал «Аллах Акбар», размахивал автоматом, стрелял по машинам, а после убийства двоих человек просто уехал. Лосуэт называл себя членом террористической организации ИГИЛ. До нападения на шведских болельщиков он записал видео, где заявил, что мстит за мусульман, умирающих за религию. Я напомню, нападение на болельщиков произошло прямо во время отборочного матча чемпионата Европы-Бельгия-Швеция. Шокированные футболисты отказались выходить на поле после перерыва. Матч пришлось отменить. Болельщики пытались покинуть стадион, но их не выпускали. А власти ввели четвертый и максимальный уровень террористической угрозы и стянули полицию в район проведения матча. Найти убийцу полицейские смогли только к утру. Это все ключевые новости к этому часу. Сейчас на вашем экране появляются другие интересные видео с нашего канала. Обязательно посмотрите их. А вечером на Ходорковский лайф вечерняя программа «Воздух». С вами была Анна Ривина. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова